Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск «Республика» в студии Елизаветы Хмелёва. Противодействие коррупции – задача, которую невозможно решить без заинтересованности и четко отлаженного взаимодействия всех структур. О том, что уже удалось сделать, и о том, что необходимо для более эффективной работы, говорили на заседании Координационного совета у главы Чувашии Михаила Игнатьева. За прошлый год правоохранительные органы выявили 695 коррупционных преступлений, по которым заведено почти 550 уголовных дел. По мнению главы Чувашии, одна из действенных превентивных мер – кадровая политика. Кадровую политику нужно направлять на пресечение случаев несоблюдения ограничений и запретов, обязанностей, установленных законодательством. Должно быть четкое соответствие предъявляемым требованиям к государственным служащим. Мы проводим конкурсы, формируем кадровый резерв, согласовываем, консультируемся с соответствующими правоохранительными органами. Поэтому мы здесь вроде бы делаем все для того, чтобы недобросовестные личности не попали в этот кадровый резерв, а потом не получили соответствующее назначение. Поэтому здесь эту работу нам нужно усиливать, открыто, публично проводить все эти конкурсы при замещении государственных должностей. Во всех муниципалитетах созданы специальные комиссии по соблюдению требований по служебному поведению к муниципальным служащим и урегулированию конфликтов интересов. Всего их 329. В соответствии с рекомендациями комиссии по решению представителя-нанимателя или работодателя, в 2012 году 89 муниципальных служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности. В 2011 году было 8 муниципальных служащих, которые были привлечены к дисциплинарной ответственности. А также один материал в Красноармейском районе был направлен в правоохранительные органы. Однако в некоторых муниципалитетах комиссии вообще не работают, обратил внимание глава ЧУАШИ. В таких случаях надо проводить выездные проверки, обучать членов комиссии на местах подсказывать, как сделать работу эффективной. Правоохранительные органы отчитались о выявлении пресечений коррупционных нарушений в 2012 году. На интернет-сайте МВД функционирует интерактивная приемная, где заявитель может оставить свое сообщение, либо задать вопрос. Осуществляется личный прием граждан руководителями всех подразделений МВД. Кроме того, указанные руководители ежемесячно в рамках проведения единых информационных дней инициативно осуществляют выезды в муниципалитеты республики, где в ходе встречи с гражданами, информированных о результатах антикоррупционных мер, а также в качестве обратной связи имеют возможность довести до руководителей, имеющихся сведения о фактах коррупционных проявлений. Задача Министерства экономического развития промышленности и торговли – выявлять и сокращать коррупциогенные риски, возникающие при реализации инвестиционных проектов, а также ввести мониторинг цен на закупаемые продукты. Минэкономразвитие еженедельно публикует на сайте Министерства рекомендуемые цены на основные продукты питания. И также с августа 2012 года проводит ежемесячный мониторинг по результатам государственных контрактов на закупку продуктов питания. В августе выявлено отклонение на общую сумму 34,4 тысячи рублей, в сентябре выявлено отклонение на общую сумму 41 тысячи рублей, а уже в октябре и ноябре эти показатели были снижены. И, соответственно, в октябре сумма отклонений, то есть превышение закупочных цен составила 4,4 тысячи рублей, в декабре общая сумма – 4 тысячи рублей. Бюджетная эффективность от размещения государственного заказа Чувашской Республики на торгах и путем запроса котировок по итогам 2012 года составила 755 миллионов рублей. По муниципальному заказу 323 миллиона рублей. Глава Чуваши отметил, проведение торгов и конкурсов должно быть под особым контролем. Обращаю внимание государственных и муниципальных заказчиков, что необходимо исключить в случае необоснованного вне конкурсного размещения заказов при признании торгов и запросов котировок несостоявшимися, обеспечить повторное размещение заказов максимально на конкурсной основе, открыто и публично. По результатам проверок, проводимых управлением Росреестра по Чувашской Республике, наиболее частыми нарушениями в 2012 году были самовольное занятие земельных участков и использование земельных участков без оформленных в установленном порядке документов. Особенно остро стоит вопрос Чебоксарах по улицам 40 лет Октября, Марата, седьмая линия проезда Мясокомбинатский. У проживающих на этих улицах граждан нет никаких документов ни на землю, ни на жилой дом, кроме домовой книги. Михаил Игнатьев рекомендовал администрации столицы не оставлять этот вопрос без внимания и как можно быстрее определиться с решением по данным землям. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика. Депутаты Чебоксарского городского собрания встретились с жителями Ольгешева и застройщиком микрорайона, чтобы совместно обсудить дальнейшее развитие жилого комплекса. Численность жителей этого микрорайона превышает уже 20 тысяч. В основном живут здесь молодые семьи с детьми. Их интерес к покупке квартиры в Ольгешево понятен. Строят здесь дома эконом-класса. Правда, кроме доступной цены на жилье у населения есть и другие приоритеты. В 63-й школе учится 326 школьников. Три первых класса, три вторых. Но вот уже в этом году ожидается 115 первоклассик. Их необходимо распределить в пять классов. И это уже проблема для учителей и родителей. Давай только три класса. Четвертый, вроде, когда не будет, потому что классов свободных нет. Это как раз, да? И вот второе, что у нас деток, идущих в первый класс, здесь порядка, как сказали, на пять-шесть классов набирается, да, вроде бы. Вот, поэтому вот в частности я озадачена этой проблемой. Почему? У меня ребенок должен жить в первый класс. Вот куда я его должна отдать? Как отмечает сам застройщик, проект микрорайона выдержан на 90%. Там, где должны быть дома, они построены. Да, действительно, остался открыт вопрос детского дошкольного и школьного образования, медицинского обслуживания и не хватает торговых площадей. Впрочем, строительная компания свои ошибки признает и предлагает жителям самим выбрать вариант, более удобный для них самих. Зоны дошкольных учреждений выделялись две. А школа предполагалась вот на этой территории с использованием вот этого здания. Правда, появляются сложности в любом случае. Один из вариантов, где предполагают построить школу, неприемлем. Там не помещается стадион. Два варианта. Первое. Застройщик приняли участие в засыпке оврага, а уже город возьмет на себя строительство школы. И второй вариант. Значит, действующая школа. Есть возможность. Была территория такая, болгарстроя, где находились вагончики строительные. Сейчас они каким-то образом, люди их приватизировали, но они с удовольствием готовы переехать из этих балков и вагончиков. А застройщик, мы считаем, должен, как второй вариант, взять на себя расселение этих граждан и эту территорию выделить под школу. Вопрос с детским садиком тоже нужно решать. Его строительство зависит от того, где будет школа. Не остался без внимания и вопрос здравоохранения. Сейчас необходимость не только в объектах образовательных учреждений, но и там нужна, в общем-то, больница. Там сегодня есть офис врача общей практики, который очень сильно загружен. Поэтому сейчас надо, конечно, принимать такие решения. В первую очередь, чтобы было учреждение здравоохранения в этом месте. На уровне города мы будем решать по детскому саду, по школе, а уже Министерство здравоохранения и социального развития будет думать о медицинском учреждении. Выехав на место, депутаты убедились, где и что нужно строить. Теперь вопросы можно будет рассмотреть уже на заседаниях постоянных комиссий городского собрания. Данифа Тагирова, Евгений Анисимов, Республика. Медицинская реабилитация как средство снижения смертности и инвалидизации, по мнению специалистов, одно из самых актуальных направлений развития отечественного здравоохранения. Второй день участники Всероссийского совещания всесторонне обсуждают этот вопрос. В качестве примера рассматривается модель, выстроенная в Чувашии. Руководители региональных министерств и департаментов здравоохранения готовы перенимать опыт коллег из нашей республики. Чувашское здравоохранение среди Российской Федерации находится на сегодняшний день на передовых позициях. И вот так анализируя, смотрю, те все федеральные программы, которые появляются в Российской Федерации, и вот именно организаторы здравоохранения Республики Чувашия, они сразу активно включаются на сегодняшний день в эти программы. И идут, скажем, впереди многих субъектов. То есть сегодня с большим удовлетворением посмотрел я реабилитационные центры детские, потом о травматологии и ортопедии. Хочу сказать, что действительно на высоком уровне работают медицинские работники, действительно оказывают реабилитационную помощь великолепную и высокую медицинскую технологичную помощь. То есть есть чему поучиться. Первый раз в Чувашии я был в 1999 году, в тот момент, когда меня назначили министром здравоохранения Бензинской области. И зная, что высоко оценивают организационные моменты, которые сделаны были у вас в территории, мы сюда приезжали, изучали опыт работы первичного звена. Это тогда развивался институт врачей общей практики. Тогда как раз организовывались все вот эти вот вещи. И мы сюда приезжали. Мы приезжали сюда знакомиться у вас с перинатальным центром. То же самое, потому что вы были одни из первых. Ну и вот как показывает то, что мы сегодня увидели, в направлении развития нового вида медицинской помощи, как реабилитационной помощи. То есть вы уже сделали определенный задел. Хотя он сегодня в большей степени носит такой, я бы сказал, функциональный характер. Но тем не менее, уже вот эти вот этапы реабилитации, мы их сегодня увидели вживую. Поэтому я с большим удовольствием вновь здесь, в Чувашии. Я искренне поздравляю своих коллег, значит, вашего министра, что вам действительно удается своевременно, иногда с опережением, вот идти в ногу со временем, с теми реформами, которые у нас сегодня иногда еще только озвучиваются. У нас, у вас уже на территории они реализовываются. Раньше они подолгу сидели на лавочке перед подъездом. А теперь все чаще сидят в интернете. Бабушка и дедушка онлайн. Социальная программа под таким названием пришла в наш регион. На занятиях пенсионеры не только узнают, что у слова «Мышь» несколько значений, но и научатся уверенно чувствовать себя в глобальной паутине. Организатором проекта выступила Межрегиональная общественная организация Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров. Официальными партнерами стали корпорация «Интел» и «Ростелеком». Первый раз в компьютерный класс. Учеников, которые готовы сесть за парты, а вернее за компьютеры, пришло даже больше, чем рассчитывали организаторы. Оказалось, что сети мировой паутины затягивают не только молодежь. Отныне в нашей республике действует социальная программа «Бабушка и дедушка онлайн» или «Компьютер для тех, кому за». Первый учебный центр накануне открыли в Национальной библиотеке. Елена Алексеевна признается, компьютер дома есть, а вот знаний не хватает. Мне сын подарил ноутбук. Такой современный ноутбук подарил. Но я все боюсь, как бы его не сломать, как бы вот эти кнопки все нажимать. Все, какой-то страх у меня. Вот как перебороть? Я думаю, что сумею. На курсах пенсионеров будут обучать не только основным навыкам работы на компьютере, но и в сети интернет, столью поиск необходимой информации и получению государственных услуг в электронном виде. Часть уроков посвящена формированию навыков общения в социальных сетях и пользования современными интернет-сервисами. Таким образом, бабушки и дедушки смогут по-настоящему стать онлайн и превратиться в продвинутых юзеров глобальной сети. Услуги доступа в интернет на базе собственной сети с использованием технологии Wi-Fi консультационному центру предоставил Ростелекома. Вы всем нам дадите еще фору, как пользоваться в сети интернет и тем же пользоваться компьютером. Действительно, сегодня это очень нужно. Необходимо это также. Есть сегодня возможность записаться к врачу, прием, да, записаться, получить услуги, госуслуги наши в интернете интернет. Я знаю, я человек любознательный. Во-первых, хочу общаться с сыном, который живет в Москве через интернет, через скайп хочу общаться. Потом хочу знать, ознакомиться с новостями, которые тут в интернете. Может быть, даже не скорее, чем по радио, по телевизору прочитаешь. Чуваша – это 45-й регион, где начала действовать программа «Бабушка и дедушка онлайн». Ростелеком сопровождает программу по всей России. Надеюсь, что мы не остановимся только на городе Чебоксара, в Чувашии. Потому что сегодня мы здесь в Чебоксарах откроем. Но я думаю, что в ближайшее время мы продолжим дальше совместно наши действия и на территории Чувашской республики. Кто знает, возможно, времена, когда интернет и Wi-Fi будут у каждой лавочки и в каждом парке, придут совсем скоро. Такое бывает только в кино. Нарушитель, погоня, несколько патрульных... А это, возможно, времена, когда... В примере рейда «Нетрезвый водитель» сотрудникам ДПС удалось задержать водителя, который устроил гонки по улицам ночного города. Если я поднялся со стороны сургородка десятка, темного цвета, и со стороны сурня свиляет. Без номеров, та нервная вся. Попринял. Машина повернул на крывовую еще сейчас, на запрещение с фотофора. Машина повернул на крывовую еще раз. Один объект организован. Воистовый совет вас убейте? Не имеется, да? Вы решены право управления? Нет? Вообще не имеете права управления? Во время записи протокола мужчина путался в показаниях. То фамилии называл разное, то адреса. В итоге, кроме вождения в нетрезвом состоянии управления транспортным средством без прав, инспекторы ДПС выявили нарушение с его стороны на 12 тысяч рублей. Исторический музей принял личные документы Георгия Краснова. Писатель-профессор ушел из жизни в сентябре 2012 года. Краснов – автор более 10 романов, 30 повестей, 10 комедий и других произведений. На торжественном мероприятии собрались родственники и друзья видного деятеля. Георгий Васильевич родился в 1937 году в Ядренском районе. Окончил Цивильский сельхозтехникум и факультет журналистики МГУ. Краснов работал главным редактором и заместителем председателя Республиканского телерадиокомитета, председателем правления Союза писателей, преподавал на факультете журналистики Госуниверситета. Георгий Васильевич много сделал для развития жанра детской приключенческой повести, а также для научно-фантастической и детективной литературы. На сценах театров Чувашии долгое время шли его пьесы, а телевидение впервые показало многосерийные телеспектакли, автором которых был именно Георгий Краснов. Когда умер папа, к сожалению, при его жизни мне, естественно, я об этом не задумывалась, но после смерти, будучи историком, я поняла, что вот очень многие документы, связанные с работой моего отца, который был и редактором чувашского журнала «Таван Адал», и долгое время работал на радио, будут ценными для изучения истории нашей республики, жизни людей в нашей республике во второй половине 20 века. В Чебоксарах выбрали «Чувашбеки-2013». На победу в конкурсе претендовали 14 девушек из городов и районов республики. Победительницы определялись в нескольких номинациях. Визитку каждая из них представляла в вечернем платье. В интеллектуальном конкурсе девушки должны были продемонстрировать знания, истории, традиции и обычаев чувашского народа. А самым зрелищным было творческое задание. Для демонстрации своих талантов девушки выбрали разные жанры, так что жюри пришлось нелегко. Кроме того, чувашские красавицы должны были презентовать и национальное блюдо, приготовленное собственноручно. Дефиле в чувашских национальных костюмах завершала конкурсную программу. Набрав наибольшее количество баллов, первое место заняла Алиса Чайникова из Канажского района. Цивильский район представляла на конкурсе сотрудник национальной телерадиокомпании Регина Тимофеева. Жюри присудила ей номинацию «Талантливая красавица». Кроме того, национальная телерадиокомпания учредила и свою номинацию, эфир «Бики». Победительница Кристина Журавлева в ближайшее время может появиться в эфире нашей телерадиокомпании. Полную версию конкурса смотрите на нашем канале 31 марта и 6 апреля в 17 часов. Сегодня на нашем канале в эфир выйдет очередная серия реалити-проекта «Зачетные студентки». Участницы этого конкурса должны обладать всеми качествами, присущими современному студенту. Привлекательность, талант, эрудиция, интеллект, социальная активность. Детей не обманешь. Вот они и выберут самую «Зачетную студентку». Очередное задание для участниц проекта – развеселить детей. Кто из девушек справился с ролью аниматора, а кто напугал детей. Смотрите вторую серию реалити-проекта «Зачетные студентки». Сегодня в 20.45. Повтор в среду, пятницу и понедельник в 18 часов. В субботу в 15 часов. Крупнейший российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» поставил на поток массовое производство машин с автоматической коробкой передач. «Лада Гранта» с автоматом доступна для жителей республики уже несколько месяцев. Продажи новинки идут в салоне «Диалавто», который является ведущим официальным дилером в Чебоксарах. Здесь в минувшую субботу прошла всероссийская акция «Тест-драйв», где любой желающий смог проверить машину на прочность. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. «Лада Гранта» Она должна полностью заменить на рынке ВАЗовскую классику. Она признана самым недорогим автомобилем Волжского автозавода. За приемлемую цену любитель отечественного автопрома получает максимум удобств. «Гранта» представлена во всех вариантах исполнения, комплектациях «Стандарт», «Норма» и «Люкс». 16-клапанный двигатель объемом 1,6 литра, автоматическая коробка переключения передач, кондиционер, системы активной и пассивной безопасности, лилообразные подголовники задних сидений. Четырехступенчатую коробку передач собирает в Японии. Такими автоматами фирмы «Джатка» комплектуются автомобили «Ниссан». В качестве силовой установки выбран самый мощный ВАЗовский двигатель в 98 лошадиных сил. Самый тяжелый процесс именно для, скорее всего, японцев возник в том, чтобы обеспечить максимальный комфорт переключения работы автомата. То есть сами настройки происходили порядка, как говорят, до трех лет. Настраивали так, чтобы не было рывков. Это им удалось. Люди довольны. Сравнивают только с иномаркой. То есть наш автомобиль уже сравнил с иномаркой. Это говорит, потому что задумка автоваза, она удалась. Настройки сопряжения коробки передач с двигателем налажены таким образом, чтобы при размеренной езде потребление топлива было сведено к минимуму. Но при желании можно было бы нажать на педаль и получить нужное ускорение. Любой автолюбитель знает, что автомобиль с автоматической коробкой передач потребляет топливо больше, чем с механической коробкой передач. Но на нашем автомобиле «Лада Гранта» разница незначительна. Эта разница составляет всего лишь пол-литра, литр. «Лада Гранта» с АКПП в максимальной комплектации. В центре внимания клиентов. Вариацию «Люкс» за 406 тысяч рублей входит 4 электростеклоподъемника, передние сидения с подогревом, встроенная аудиосистема с 7-дюймовым ЖК-монитором производства Чебоксарского завода «Элара». «Я ездил уже. Мне нравится, мягко, хорошо. Проблем нет. По городу она исключительно хороша». Тест-драйв нового автомата в «Делавто» проводится ежедневно. Во время всероссийской акции каждый стремился выжать из машины «Максимум». Впрочем, многие клиенты, испытав «Гранту» с автоматом в деле, оценили качество и исполнение этого автомобиля, его проходимость и комфорт. «Российский автомобиль заинтересовал первой коробкой автоматом, так как все-таки до этого их не было. С учетом японских комплектующих, я думаю, автомобиль должен быть довольно-таки хорошим. Вообще, по динамике разгона автомата в целом неплохо». Выбрать свою «Ладу» и пройти тест-драйв у официального дилера в Чебоксарах можно в удобное время в автосалоне «Диал Авто» с 9 утра до 8 вечера в любой день недели.